Привет! Слышно меня? Вроде да. Давайте начинать. Сегодня мы поговорим с вами про мониторинг ML-моделей в продакшн. Я представлюсь. Меня зовут Филиппа Вольга. Я занималась разработкой моделей машинного обучения для банков, для индустрии. Сейчас я работаю в Evidently I, где мы делаем так, чтобы наши пользователи как можно меньше думали про мониторинг. О чем мы с вами сегодня будем разговаривать? Ну, во-первых, из песни слов не выкинешь. Мы начнем с того, зачем нам нужен мониторинг. Затем поговорим, что такое early monitoring и data drift. Затем обсудим, как удобнее этот мониторинг реализовывать. Поговорим про тесты. И затем, самое интересное, мы возьмем какую-нибудь реальную задачу, реальную модель и посмотрим, как ее можно было бы этим мониторингом обложить. Вот, и подведем итоги. Итак, после того, как вы задеплоили свою модель в продакшн, все мы знаем, что работа не закончена, но как минимум мы готовы к тому, что нам эту модель придется переобучать. И, как правило, это какая-то плановая история. Мы знаем, что модель устаревает, и мы будем ее раз в какой-то период обновлять. Тем не менее, качество модели может ухудшаться внезапно, и от этого можно защититься только с помощью мониторинга. При этом у Google была статья, где они приводили такие цифры, что 98% тех, у кого модели в проде, сталкивались с какими-то проблемами, связанными с данными. То есть, качество модели может дробнуться и благодаря какой-то банальной истории, например, у вас кто-то поменял, инженеры поменяли схему данных, вам об этом не рассказали, и все стало плохо. А может, благодаря каким-то сдвигам в окружении модели, таким, как вот даже драматичным, как у меня ковид на слайде. Как же можно от этого защититься? Защититься от этого можно с помощью мониторинга, и прежде чем мы обсудим, с помощью каких методов это надо делать, давайте быстренько пробежимся, чем мониторинг сервиса с ML-моделью отличается от мониторинга сервиса с каким-то обычным ПО. Ответ здесь такой, мониторинг сервис-хелф нам все равно нужен, да, нам нужно, чтобы сервис нашей моделью принимал запросы, отдавал правильные ответы, как-то там не тормозил, да, но при этом нам еще надо следить, чтобы следить, что данные, которые попадают в модель, с ними все в порядке, и что модель продолжает выдавать полезные предсказания, да, то есть если с моделью что-то случится, как правило, она не будет вам выкидывать какой-нибудь exception или писать ошибку, она будет продолжать выдавать какие-то циферки, которые вообще-то очень на вид похожи на то, что было прежде. И еще что здесь хочется заметить, да, классический мониторинг, это такой уже очень устоявшийся процесс, то есть там есть какие-то best practice, есть какие-то не только по тому, какие сигналы собирать, да, там типа от гула есть, по golden signals, есть red, еще какие-то можно нагуглить, вот, но при этом еще если у вас что-то произошло, какой-то алерт сработал, условного инженера не поставит в тупик, вот что делать, если база данных не пингуется, да, при этом, когда речь заходит о мониторинге сервиса с ML-моделью, если у вас, там, не знаю, одна из 300 фичей, на которой модель работает, поехала, да, куда-то, вот, что с этим делать, вам никто не расскажет, вот, так что тут все это еще разрабатывается, эта область еще исследуется. Итак, как же нам узнать о том, что с нашей моделью что-то не так? Первое, что можно сделать, самое лучшее, что можно сделать, это смотреть за метриками, которые вы измеряли, когда эту модель разрабатывали, если у вас еще и какие-то бизнесовые или продуктовые метрики доступны, то вообще замечательно, вот, и здесь, чтобы это делать, необходимо, чтобы мы сразу в моменте имели правильные ответы, да, это выполняется для таких задач, как рекомендации, да, вы пользователю их показали, он сразу ткнул, и вы поняли, вы угадали или не угадали, или он их проигнорил, или какие-то сервисы с подсказками, где вы подсказываете, как закончить предложение, и пользователь либо с вами соглашается, либо не соглашается. Тем не менее, довольно много задач, где такая роскошь, как правильные ответы, в моменте недоступна. Наверное, самый классический пример здесь это отток, да, то есть в некоторых областях отток формализован, что типа пользователь в течение двух или трех месяцев должен там что-то делать, чтобы или не делать, да, чтобы понять, он остался отточным там или не остался. Вот, и получается, что вам столько времени надо ждать, чтобы узнать, что вот в той точке вообще-то ваша модель уже была не окей. Вот, и что же в таком случае мы с вами можем сделать с таким набором данных? И давайте уточним, с каким набором данных, чтобы дальше говорить на одном языке, да, у нас есть current data, это тот кусочек данных, которые мы отскорили и хотим убедиться, что мы это сделали плюс-минус нормально, да, у нас нет правильных ответов, мы никогда не узнаем правды, но хоть как-то проверить, что наша модель выдала нам хочется. Вот, и у нас есть reference data. Reference — это некий образец данных, на которых ваша модель работает с качеством, которое вас устраивает. Вот, то есть это чаще всего валидационный сет данных. Вы обучили модель на каких-то данных и на валидации проверили, да, устраивает вас качество или нет. Вот, так что это то, что у нас есть, и дальше давайте обсудим, что с этим можно делать. Можно применять методику early monitoring, что тут, из чего состоят эти проверки вообще. Ну, во-первых, вы проверяете должны всегда качество данных, это проверки скорее не на то, насколько там мир вокруг модели изменился, да, это проверки, это защита от каких-то инженерных ошибок, от того, что кто-то поменял схему данных или там от того, что у вас какой-то источник отвалился. Вот это вот все надо обязательно проверять. Ну, и кроме того, можно измерять data drift и output drift. Что поменимается под дрифтом? Дрифт – это когда у вас распределение изменилось, да, то есть у вас распределение на current уже не такое же, как распределение на reference. Вот, и этот дрифт можно смотреть для данных, да, то есть в модель стали поступать данные, и они какие-то не такие, как были, когда вы модель эту валидировали. Вот, и сдвиг в данных не всегда влечет какие-то последствия, да, не обязательно качество модели после этого упадет, как на моем слайде, но если дрифт данных происходит в каких-то важных вещах, то, наверное, тоже неплохо бы об этом знать и, не знаю, может, с бизнесом поговорить, что происходит, то есть эта информация всегда интересная. Ну, а кроме того, что можно мерить дрифт в данных, можно мерить дрифт ваших предсказаний, да, то есть если раньше модель предсказывала ноликов к единичкам, там один к десяти, а стала предсказывать один к ста, то это точно что-то, с чем вы хотите разобраться, да, и дрифта в предсказаниях, это уже более сильный сигнал, что что-то поменялось, что-то происходит, возможно, вам следует на это на все посмотреть. И кажется, это все такой довольно логичной идеей, да, ну и простой, просто поменять, измерить, поменялось ли распределение, но при этом, когда ты в это закапываешься, всплывают всякие детали, с которыми не так просто разобраться. То есть вот, например, глядя на эту картинку, владельцы какой-то модели сказали бы, что это очень сильные изменения в фичах, и они бы хотели об этом знать, чтобы провести расследование, вообще, что произошло, и может даже пересобрать модель. А кто-то бы на это посмотрел и сказал, что, ну, мы это видим от периода к периоду, такие флуктуации, вообще обычное дело, да, то есть под каждую задачу понятие был дрифт, оно как бы свое. Вторая проблема в том, что... Вторая проблема в том, что дрифт очень сложно как-то формализовать, построить какую-то интуицию, да, что такое размер дрифта вообще. То есть у нас есть очень много каких-то критериев, методик, которые пытаются количественно измерить, насколько изменилось распределение. Но, допустим, если взять какие-нибудь стат критерии, да, то за пивелью каким-то условным у вас вообще нет интуиции, а насколько что сдвинулось, да, то есть вам пивелью это ни о чем не говорит. Вот. И чаще всего люди, чтобы посмотреть, а был ли дрифт, просто смотрят на него глазами. И это, ну, в этом нет ничего плохого, это действительно достойный метод, да, вы знаете вашу задачу, вы знаете, как это там плюс-минус выглядит. Вот. Но глазами, конечно, смотреть хочется поменьше. Вот. Поэтому мы в Evidently провели небольшое исследование, где мы взяли пять самых популярных критериев для измерения дрифта и проверили, какая у них чувствительность, что они вообще в принципе изменяют, измеряют, да, чем они отличаются, чтобы себе в продукт выбрать какой-то критерий там по умолчанию или какой-то алгоритм выбору критерия сделать. Да. Вот. И я поделюсь с вами результатами быстренько, без подробностей, просто мне кажется, это очень довольно интересно. Мы в своем эксперименте проверяли критерии Калмогоров-Смирнов тест, но то, что я сейчас скажу, относится ко всем статистическим тестам. Они все обладают такой особенностью, что у вас чем больше размер выборки, тем эти тесты чувствительнее. То есть, если вы хотите мерить дрифт для мониторинга статистическими тестами, то вы вообще-то должны провести мощностной анализ для каждой фичи, которую вы хотите проверить. Вот. То есть кажется, что это вообще не те усилия, да, которые мы хотим прилагать, чтобы просто мониторинг наладить, вот, но при этом взять и начать их использовать из коробки не получится, потому что вот может начаться вот такая фигня, потому что они абсолютно из коробки не работают. Они очень сильно зависят от размера сэмпла. Поэтому, если у вас речь не идет о какой-то задаче, связанной там с медициной, с химией, да, где какая-то ювелирная точность должна быть, и вы, в принципе-то, чтобы эту задачу собрать, там, эти данные вдоль и поперек излазили, все знаете, да, то вот статистические тесты – это не точно не то, на что стоит обращать внимание в первую очередь. Следующий у нас критерий – это PSI, Population Stability Index. Здесь же на слайде, да, приведены Кульбек Левер, Дивергенция и Jason Shannon Distance. Я их объединила, потому что они дают очень похожие результаты подчувствительности, и считаются они тоже очень похожи. Чтобы их посчитать, да, нам надо распределение на Current и на Reference нормализовать, да, затем Reference разбить на BIN-ы, затем эти BIN-ы наложить на Current, и дальше вот в каждом BIN-е мы считаем какую-то циферку, чтобы оценить, насколько она не похожа друг на друга, да, в PSI в конце это все еще и суммируется. Вот, и здесь, глядя на формулу, мы видим, что эта формула умеет принимать значение бесконечность, да, тут надо, ну, в основном там ставят какие-то заглушки, да, там небольшое число, но при этом все равно, если у вас каких-то данных не было, и они появились на Current, эта метрика принимает очень большое значение, и если это, если такое поведение не целевое, да, то, опять же, от нее следует отказаться. Что еще про нее есть классного? Ее очень давно используют в финансах, и про нее есть исторически сложившееся понятие, что вот если она меньше, чем 0,1, то более-менее все стабильно, сильных изменений нет. Если она больше, чем 0,1, то стоит посмотреть. Вот, и она действительно хорошо работает, когда вам нужно задетектить какие-то большие изменения, да, но у нее есть недостаток. Короче, когда, если вы вот взяли этот критерий, попробовали его и поняли, что он недостаточно чувствителен, куда вам двигать вот это 0,1, абсолютно непонятно, потому что вот тут, как я говорила, в примере с P-Value, да, у вас за этой цифрой, которую выдает PCA, нет никакой вообще интуиции, да, то есть если вам 0,1 не подошло, насколько ее куда двигать, уже непонятно, потому что она, ну, абсолютно неинтерпретируема. И, наконец, третий критерий, который нам понравился больше всего, это Wasserstein Distance. Давайте я быстренько объясню, что это такое, да, Wasserstein Distance — это минимальная работа, которую нужно провести, чтобы из одного распределения получить другое распределение. Ну, там их надо, опять же, нормализовать перед этим. Вот, то есть, вот как у меня на примере, чтобы получить красненькое распределение из серенького распределения, да, нам надо вот эти два синих кубика передвинуть, и мы просто умножаем массу каждого кубика на то, насколько его надо передвинуть, и получается эта метрика. Вот, чтобы было совсем понятно, вообще она, если все сдвигается в одну сторону, да, одно распределение относительно другого, то она просто равна разнице средних. Вот, при этом лучше, чем разность средних, она тем, что если у вас подсегменты в разные стороны поедут, то Wasserstein Distance это учтет, а разность средних их, скорее всего, там взаимозачтет, и разница очень маленькая получится. Вот, при этом, как и у разности средних, тут есть в чистом виде недостаток, мы не можем его использовать, потому что для каждой фичи нам тоже придется какой-то свой першкол подбирать, а это, опять же, не наша цель. Вот, поэтому надо его на что-то нормировать, мы его нормировали на Standard Division, вот, на STD, и вот эта история получается довольно приятной с точки зрения интерпретации. Во-первых, по чувствительности ее тоже можно там выкрутить, чтобы она была как PSI или поменьше, но при этом здесь получается, вы что меряете? Вы меряете какое-то эффективное смещение среднего, да, относительно меры ширины распределения. И вот эта история, она уже какая-то понятная, то есть, если вы даже достали его из коробки с каким-то трешхолдом, вам не подошло, вы хотя бы, когда этот трешхолд двигаете, вы понимаете, что тут происходит. Вот, поэтому у себя в продукте, да, для больших данных, для числовых фичей мы выбрали Western Distance, нормированный на STD. Если вам интересно про исследование, которое я рассказала, я приглашаю вас в наш блог, там все намного подробнее, с графиками, с какими-то попытками двигать сегменты, а главное, там есть код, который можно потом применить как-то немножко своим данным. Окей, про необходимость мониторинга мы обсудили, про то, что делать, если нету правильных ответов, вовремя обсудили. Давайте теперь перейдем к тому, а как, собственно, лучше этот мониторинг организовывать. Первое, что приходит в голову, это собрать какой-нибудь классный дашборд, и дашборды, они действительно красивые, удобные, но все-таки цель наша не сидеть и не смотреть на дашборд в целом. Конечно, если все время на него смотреть, есть шанс что-то там увидеть, да, но тем не менее, наверное, про мониторинг хотелось бы вообще не вспоминать, если все в порядке, да, и если что-то нарушилось, тогда уже вспоминать. Вот, и это удобнее всего реализовывать с помощью тестов. Здесь вы можете сформировать какие-то ожидания четкие, да, когда что-то идет не так, вот, встраивать их в любой свой пайплайн, и если все нормально, тесты проходят, да, вы просто проскакиваете на следующий шаг, если тесты заваливаются, то тут уже позови человека, короче, и вот он уже открывает дашборды и начинает смотреть, разбираться, в чем проблема. Ну и, наконец, давайте перейдем к реальному примеру и посмотрим, куда мы со своими тестами там можем встроиться. Давайте представим, что мы рассылаем пользователю рекламу раз в неделю, вот, и правильные ответы. Принял ли пользователь наши, простимулировали ли мы пользователя что-то у нас купить, приходят в течение одного месяца. Как это выглядит, да, у нас разных источников данных, данные стекаются в хранилище, далее, чтобы из сырых данных сделать фичи для модели, мы там что-то мержем, проводим какие-то операции, затем моделью скорим пользователей и берем из них какой-то, да, сортируем предсказание модели и берем из них какой-то топ. Вот, самые вероятные что-то купят, те, кто вероятнее всего что-то купят, отправляются у нас в данный рассыл. И куда же можно встроиться с тестами и что-то там проверить? Ну, во-первых, когда у нас появляются новые данные, их накапливается достаточно, да, и мы хотим рассчитать фичи для фичистора, здесь можно встроиться и проверить качество данных. Далее, когда приходит время отскорить наших пользователей, кому идет рассылка, у нас тут все еще нету правильных ответов, но здесь мы можем проверить по технике раннего мониторинга, которую мы обсуждали, на дрифт данные. Затем проходит месяц, правильные ответы пришли, и мы хотим рассчитать, а какое все-таки было качество, да, с каким качеством сработала наша модель, чтобы куда-то его там, не знаю, в дашбортик положить, показывать бизнесу, как мы хорошо работаем, там, и куда-то в базу записать. Вот, ну и наконец, четвертый пункт, он опциональный, не всегда там включен в жизненный цикл модели, но тем не менее, если пришло время модель пересобрать, если вы там обзавелись какими-то новыми источниками данных, да, получили какие-то новые фичи, когда прежде чем эти фичи в модель подать, можно проверить, а насколько они вообще для этого подходят. Вот, сейчас мы по каждому этому этапу пройдем все поподробнее, проверять, да, все это, все, что мы сейчас будем обсуждать, будет, мы будем использовать тесты из open-source библиотеки, evidently, возможно, вы когда-то видели наши дашборды, тесты это новая штука, которая как раз создана для того, чтобы легко интегрироваться в pipeline. В чем здесь особенность? Во-первых, у нас довольно большой каталог тестов, которые можно взять и настроить под себя как нравится. Во-вторых, у нас есть наборы тестов, которые подогнаны под определенную задачу, то есть все, что я на прошлом слайде говорила, для каждого пункта у нас есть свой пресет, вот, то есть можно просто его импортировать, можно просто туда обратиться за вдохновением, да, за идеями. Ну и, наконец, очень важная фишка, да, мы постарались, хотя наши тесты можно настроить как вам нравится, мы очень большое внимание уделили дефолтным значениям. То есть все наши тесты можно вызвать вот с пустыми скобочками из коробки, просто передать туда reference, передать туда current и всякие дефолты мы рассчитаем уже сами. Собственно, я так долго рассказывала про критерии, которые для дата дрифта мы подбирали, да, чтобы в том числе тоже показать, что к дефолтам мы относимся очень серьезно и не бросаем своих пользователей с тем, что вот, ну, есть все критерии мира, и ты уж выбери какой-нибудь для своей задачи, да, это, ну, довольно неудобно, когда речь идет о мониторинге, на который обычно, ну, времени там с ним много возиться, нет. Вот. Ну и, наконец, все тесты, результат тестов можно получить в JSON или можно получить в репорте, где по каждому тесту есть какая-то картиночка, которая может помочь понять, а что, собственно, пошло не так. Ну и просто пример кода, да, когда ты сам настраиваешь тесты, выбираешь для них статкритерии. Я тут еще заленилась сделать вид, что мы сами по референсу рассчитываем эти какие-то, какие-то трэш-холды, да, вот. И сразу для сравнения, как это можно сделать из коробки, когда мы просто рассказываем в колумн-маппинге, да, про то, да, вот мышка, вот, про то, что какие колоночки у нас в датасете означают, да, просто импортируем, задаем один test suite и все, test suite run, и у вас все готово. Вот. Ну, а теперь давайте к деталям по нашим этапам. Итак, когда мы проверяем качество данных, да, то, что мы обсуждали в начале, когда нам надо отловить всякие инженерные косяки, что можно посмотреть? Во-первых, можно посмотреть размер батча, да, что у нас в этот раз не 8 строчек, а примерно обычное количество данных, да, которые мы вот от месяца к месяцу рассчитываем. Дальше мы считаем, что все колоночки там как-то совпадают, что типы данных не изменились, что у вас с центов на флоту никто не перешел. Смотрим, что доля пропусков по фичам примерно такая же, да, не было такого, что было раньше 20, а теперь стало 50 процентов доля пропусков, да, это скорее всего означает, что у вас какой-то источник отвалился. Вот. Дальше мы считаем, что новые значения, да, по числовым и по категориальным фичам, они есть, да, потому что эта система живая, это фича-стор, вот, но они не какие-то огромные, потому что если у вас вдруг 50 процентов новых значений, это тоже какая-то бага явно. Вот. И дальше просто, что у нас там среднее по current, да, осталось в среднее по reference, плюс-минус 2 std, здесь мы с вами пытаемся, не пытаемся какой-то сдвиг еще отслеживать, мы просто хотим, например, убедиться, что у вас от тонн в килограммы никто не перешел внезапно, например, так тоже бывает. Вот. Ну и вот примерчик из нашей библиотеки, как может выглядеть результат такой проверки, то есть у нас этот suit называется data stability, его тоже можно из коробки просто взять. Вот. Дальше следующий шаг, это когда мы просто хотим отскорить новые данные, вот. И здесь, как мы обсуждали ранее, нам нужно сделать early monitoring, нам нужно проверить дрифт в предсказаниях, дрифт в каких-то важных фичах, и можно, ну, дрифт датасета смотреть, да, что даже если в важных фичах нету какого-то дрифта, но если у вас половина вообще всех фичей поехала, тоже, возможно, надо посигналить. Ну и внизу проверки про качество данных, да, если на предыдущем шаге они не были сделаны. Вот. Тут примерчик тоже suit no target performance у нас есть. Наконец, когда пришли правильные ответы, мы должны проверить качество, да, поскольку мы берем какой-то топ, это, скорее всего, нас интересует precision топ-к, recall для информации можно посмотреть, и, ну, rock-a-uk, мы на него, и когда обучали модель, все-таки смотрели, и приятно им знать. Кроме того, можно посмотреть дрифт в таргете, да, нам уже известны правильные ответы, но это уже на то, что, чтобы понимать, насколько в действительности как-то поменялось, да, окружение, в которое работает модель, что изменилось. Вот, опять же, примерчик из нашей библиотеки, suit performance топ-к у нас тоже есть. И, наконец, последний вот этот вот опциональная проверка, да, когда мы, не знаю, если мы вдруг, когда переобучаем модель заново отбираем фичи, да, то это точно надо вставлять, тут мы просто проверяем, что у нас то, что попадает в модель, до этого просто подходит, да, мы просто смотрим, что у нас там в модель не попадают пустые фичи, константные фичи, почти константные фичи, какие-то дублирующиеся фичи, фичи, которые очень сильно скоррелированы с таргетом, да, потому что если они прям почти один в один, кажется, это какая-то утечка, вот, и так далее. Опять же, пример из нашей библиотеки, у нас этот suit называется Data Quality. И вот этой штуки в нашей библиотеке нету, но я всем очень рекомендую ей пользоваться, это называется Golden Test Set, когда у вас есть небольшой наборчик данных, для которых вы знаете правильные ответы. Он может быть собран экспертно, да, он, например, у вас там поисковик, и вы точно знаете, какие должны быть ответы на какие-то запросы, вот. Он может быть собран как-то искусственно, например, вы просто берете на истории какие-то кейсы, на которых ваша модель очень уверена, что это хороший кейс, и это действительно хороший кейс, и вы глазами на это смотрите, что это логично, и ваша модель должна этот объект отскорить высоко, да, то есть это не должен быть кейс, когда там, типа, вы вот смотрите на этого заемщика и такие, ой, надо же, он вернул кредит, никто от него не ждал, а он такой молодец, да, нет, это что-то должно быть вот прям базовое, уверенное. Вот, и далее этот тест, этот наборчик свой, вы каждый раз, когда модель переобучаете, да, вы ее на этом наборе прогоняете и как бы просто проверяете, что она лево-справо не попутала, что там как бы все нормально осталось. Вот, и давайте напоследок, если кто-то в начале пути еще не обвешал свои модели мониторингами, еще даже не начинал, давайте я дам несколько советов, как можно начать. Ну, первый совет, это качество данных проверять, это просто необходимо, без этого нельзя, вот эти вот инженерные косяки, они самые частотные, да, то есть проверочки легкие, польза огромная, вот прям это надо делать, есть у вас правильные лейблы, нет у вас правильных лейблов, вот прям все должны это делать. И дальше вы, у вас два пути. Путь первый, когда у вас особо времени нет, вы просто можете мониторить начать, вы можете взять что-нибудь с какими-то разумными дефолтами, да, и просто мониторинг этот подключить, далее у вас будут false alerts, далее у вас будут missed alerts, и вы будете просто его там подкручивать под себя. Вот, то есть вы просто начнете и все, то есть мониторинг, он вообще итеративный процесс, его все равно придется подкручивать, вам просто сильнее, наверное, придется подкручивать, если просто взять его из коробки. Вот, но это, ну, отличная идея, если до этого не было ничего. Вот, вариант второй, это если у вас есть время на какие-то исследования, и здесь вы можете проверить на исторических данных, да, свой мониторинг заранее подкрутить, то есть вы можете взять период, на котором все было стабильно, никаких двигов не было, качество модели не дроблась, да, и то, что вы выбрали, вот там проверить, те критерии, которые вы выбрали, и убедиться, что оно не дает вам каких-то false alerts. Вот, затем вы можете взять период, когда все было плохо, когда что-то случилось прям грустное, и посмотреть, а задетектили ли это ваши критерии. Вот, скорее всего, таких периодов будет очень мало, все-таки такое происходит нечасто, да, вот, вы можете их сымитировать, вы можете в данные дрифт добавить там искусственно, допустим, вы знаете, что у вас какой-то сегмент какой-то чувствительный, вариативный, его там куда-нибудь подвигать и посмотреть, отлавливаете вы это или нет. Ну и в принципе, вообще хорошая идея, да, побольше об этом подумать, например, пройтись до себя по вопросам, что я буду делать, если какая-нибудь из моих важных фичей поедет, что я буду делать, если в важной фиче появилось какое-то новое значение, которого не было, да, а что я буду делать, если в неважной фиче так произошло. Вот, то есть вам нужно все-таки, ну, нет цели завалить себя алертами, да, все-таки хочется какое-то, на каком-то разумном множестве остановиться, и вот такое упражнение вам с этим поможет. Ну и кроме того, можно пофантазировать еще один список вопросов, которые можно себе задать, это представлять все самое страшное, что может случиться с вашей моделью, да, и думать, а как бы я мог заранее из данных об этом узнать. Вот. Вот такая работа обычно вытаскивает на свет кучу каких-то нюансов, и в общем, она, конечно, очень полезная. И последний совет. Сегменты надо мониторить отдельно, если у вас от сегментов зависит качество модели и их состав, это нормально, что их состав меняется, да, давайте поясню. То есть если у нас на заводе есть два материала, на одном материале изделия получаются с большим количеством дефектов, на другом материале изделия получаются с маленьким количеством дефектов, а вы-то количество дефектов и прогнозируете. Вот. И при этом на заводе вообще нормальная история, что в какой-то месяц одного материала сильно больше, в какой-то месяц другого материала сильно больше. Если вы качество и дрифты будете мониторить по общей совокупности, у вас все время все будет алертить, потому что изменился состав просто сегментов. А если вы будете мониторить в каждом сегменте качество отдельно, то вы этой проблемы избежите. Давайте подытожим, что главная мысль здесь модели без присмотра не оставлять, пробовать встраивать в свои пайплайны тесты, потому что это удобно. Если даже у вас неизвестно сразу правильные ответы, можно все равно себе помочь с помощью early-мониторинга. Ну и сесть и заранее про мониторинг подумать, это всегда очень здорово. На этом у меня все. Если я кого-то вдохновила, заинтересовала попробовать нашу библиотеку, я буду очень рада. Приходите к нам в Дискорд, мы отвечаем на все вопросы, с удовольствием поддерживаем любое обсуждение. Приходите к нам на GitHub, там вся информация, ставьте нам звездочки, open source живет звездочками. И если у вас есть какие-нибудь вопросы, я с радостью на них отвечу. Привет! Спасибо большое, классный доклад. Хотела спросить, есть ли у вас в библиотеке поддержка текстов и медиафайлов? И если есть, ну если нет, в принципе, как это можно реализовать, вот как видишь? У нас сейчас в библиотеке поддерживаются только табличные данные, тексты, картинки, мы сейчас с ними не работаем, потому что нам хочется довести вот табличные данные для того, чтобы их из коробки было очень классно использовать. По поводу текстов, ну как идея всегда можно мониторить вот это вот качество, да, там prediction drift, вот эти вот штуки никуда не уходят. Но по поводу того, как мониторить фичи, я тут, к сожалению, не подскажу, потому что мы пока не исследовали эту область. Спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно. Вот такой вопрос. А как вы думаете, имеет ли смысл в плюс к тестам, которые вы перечислили, еще использовать бенчмаркинг? Или лучше на это время не тратить? То есть взять какую-то бейзлайн-модель или взять модель с похожей архитектурой, но без там особого файн-тюнинга и сравнивать эти штуки? То есть получить еще одну метрику разницы бейзлайна и продакшена? Ну, я бенчмарки очень люблю в плане, когда модель делаешь, да, то просто очень-очень часто бывает, что ты просто приходишь, заменяешь модель на средний по сегменту и понимаешь, что можно и без модели. Вот. Но по части выявления каких-то проблем кажется, что это не даст какой-то новой информации, да. Ну, ты когда строишь модель, ты проверяешь, что она лучше бенчмарка. И у нас, кстати, в Evidently я упоминала, что у нас есть дефолты по референсу. Там, где в тестах у нас нет дефолтов по референсу, мы вот как раз, ну, для качества модели мы как раз делаем эти бенчмарки, да, то, что ты сделал модель, у тебя нет референсы, ну, окей, давай мы сравним с рандомом, короче, то, что ты получил. Вот. Но это, кажется, все уже в стадии не когда ты сравниваешься с тем, что у тебя раньше было, и ты просто хочешь, что у тебя не ухудшилось, а просто когда ты модель конструируешь, строишь. Спасибо. Добрый день. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Вот такой вот вопрос. А как мне сдетектить дрифт в эмбеддингах автоматических? То есть там у меня есть какое-то векторное представление, допустим, там эмбеддинги на основании кликстрима, и вот, да, понятно, что там можно применять какие-то техники по отношению к каждой из колонок, там размерности, но по отдельности это же не имеет смысл. Нам же важно, сколько объекты вот в онмерном пространстве бьются. Ну, мне кажется, что тут это похоже немножко, действительно есть такая тема, да, что когда ты хочешь по фиче по одной узнать, то, ну, когда у тебя фичи для тебя имеют смысл, короче, то да, а когда у тебя эмбеддинги, набор векторов, тебе все равно, кто из них куда поплыл, и это больше похоже на детекцию дрифта в картинках, да, там тоже тебе неважно, что с одним пикселем происходит, и это надо гуглить техники, которые измеряют дрифт всего датасета. Вот. Я, к сожалению, тут не специалист, вот, но можно мне, в принципе, написать, я поделюсь, сейчас прям сразу я не могу, рассказать про них я точно не могу, потому что я не разбиралась в этом еще, вот, но картинки обычно, картинки, эмбеддинги, это обычно вот это вот из одной оперы. Да, спасибо. Добрый день, спасибо за очень интересный доклад. Вот у меня такой вопрос. Возможно ли на основе вот ваших алертов давать какие-то советы датасантистам для исправления их датасетов или для исправления их моделей, то есть накапливать вот эти алерты на основе вот всяких изменений в моделях и в дальнейшем уже какие-то тоже разрабатывать модели, которые будут предсказывать советы, так сказать, или вообще автоматически какие-то вносить исправления в модели, в датасеты для автоматизации, получается, полной вообще работы вот этих всех пайплайнов? Ну, мне кажется, что это очень сложно формализовать, да, то есть какое-то, чтобы натянуть какое-то машинное обучение на вот эти вот косяки, их должно быть такое вообще количество, да, но это должно очень не повезти, да. То есть данных должно быть очень много, оно, безусловно, накапливается, да, но все-таки проблемы – это не суперчастая какая-то история. На самом деле я слышала, что даже вот мне кто-то рассказывал, что у Сбера там, по-моему, вот по части классического мониторинга сервисов они пытаются машинное обучение применить, чтобы предсказывать, что чего-то там пофейлится. Вот, но должно быть очень много данных, они должны быть в каком-то потрясающем качестве, вот, и размечать это все, ну, я могу представить, да, если много данных, много серваков, можно попробовать. Вот, а когда речь идет о модели, обычно нельзя обобщать от многих моделей вот эту вот дату, да, и просто столько не накопится, вот. Так что, мне кажется, нет. Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос в следующем. Как детектировать дрифт данных, что это новый тренд, то есть вот теперь данные только такие пойдут, только новые, а не какой-то резкий всплеск? Ну, мне кажется, это автоматически как-то невозможно сделать, да, то есть это, скорее всего, когда ты что-то такое видишь, ты идешь к бизнесу и спрашиваешь, что за фигня, и бизнес отвечает либо, ой, мы тут попробовали одну штуку и забыли тебе о ней рассказать, да, либо рассказывает, ты знаешь, у нас там вообще вот так теперь будет, вот. Ну, или вообще такие интересные штуки, надо разобраться. То есть автоматически, мне кажется, намного хуже пытаться это как-то разобрать, чем вот человеками, да, какой-то логикой человеческой. Вот. Ну, по данным, конечно, ты потом уже увидишь, вернулось оно или не вернулось куда-то, но прогнозы делать, обладая инфофоном и пониманием вообще бизнеса, да, намного, мне кажется, лучше, чем пытаться это сделать автоматически. Вот. Так, окей, началась самая сложная часть доклада, это выбрать лучший вопрос. Давай предпоследний, который про автоматическую детекцию проблем. Вот, да. Спасибо.